Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас гречневый самогон, или гречишный дистиллят. Он очень хорошо отдохнул в стекле, и я его разбавил до крепости 40%. Давайте попробуем! Погодка солнечная, но немножко ветра. В качестве закуски у меня чимчи. Это что-то похожее на корейское блюдо, маринованная редисочка, огурчик и морковка. Попозже попробуем. Итак, дегустация гречневого самогона. Аромат. Аромат очень сильный, очень плотный аромат гречки. Что-то среднее между зеленой гречкой и жареной гречкой. Это не гречневая каша, это очень хороший, крепкий, насыщенный аромат самих гречечных зерен. Вкус! Первое ощущение, первая волна вкуса, именно гречка. Хорошая, благородная гречка пьется очень мягко, когда глотнешь, какое-то обволакивающее, но очень непонятное. Я такого вкуса никогда не слышал. Как будто бы что-то очень концентрированное и несвойственное крепким напиткам. Загадочное такое чувство, необычное. Но в то же время это гречка. Дело в том, что я все время хотел сделать самогон из гречки, и смотрел у своих коллег, когда они делали, я так и не понял, какой вкус у гречки. Когда я его первый раз сделал и попробовал, еще крепость была 45% спирта, вкус был очень настолько концентрированный, что мне сначала не понравилось. Я решил разбавить до 40% и попробовать. Вот именно в 40% очень мягко. Попробуем чемчи. Редисочка. Аромат божественный. Я очень люблю, как пахнет кинза. Здесь именно кинза и укроп. Поэтому аромат очень хороший. Попробуем, что это на вкус. Не распробовал, надо еще. Еще огурчик. Да, это очень вкусно. Это абсолютно не похоже на салат из редиски и огурца. Это что-то похоже на такое среднее между маринованным, между квашеным. Здесь отлично дополняет вкусы зерна кориандра и, конечно же, острый жгучий перец чили. Его здесь не очень много. Можно было бы добавить больше, чтобы было больше похоже на острую корейскую еду. Морковка. В этом салате, в этой закуске все очень гармонично и сбалансировано. Все свеженькое, все хрустит. Сама чимчи ферментировалась чуть меньше суток. Интересное сочетание и интересное новое предложение из обычных овощей. Но давайте не забывать у нас дегустации гречного дистиллята. Как хорошо ветерок утих, тепло, солнышко, весна. Вот когда так спокойно, тихо, ветер замер, приятно услышать нотки гречки. Везде зеленая травка и как будто бы ты находишься на поле, которое цветет, именно гречиха. Даже, можно сказать, пахнет гречневым медом, гречишным. Аромат вообще бомба. Вот это ощущение какого-то особого привкуса, вот этого, который берег концентратный, концентрат, он настолько какой-то свежий, такой, он не цитрусовый, но вот такая какая-то изюминка в нем есть. Внутри у тебя во рту все освежается. Такое как будто бы, я даже не знаю, как что-то мятное, вот такое. Ну, когда вы сделаете самогон из гречки, вы попробуете, вы поймете, о чем я говорю. Я пока в своем лексиконе, сколько я пробовал разных сочетаний продуктов, это впервые вот такое именно ощущение вкуса. Попробуем чимчи. Опять редисочка. Очень вкусно. Кинза божественно дополняет весь богатый ансамбль вкуса. Морковка, лучок, чесночок, все настолько гармонично переплелось. И эта закуска, она, хотя и яркая, и своеобразная, она абсолютно дополняет именно самогон из гречки. Я всегда, когда дегустирую, дегустирую только с одним огурчиком, чтобы подчеркнуть вкус зерновых дистиллятов. Но вот это как раз огурчик и редисочка, и все, оно очень хорошо дополняет. Давайте продегустируем еще гречишный дистиллят. Как он красиво льется. Он просто играет на солнышке, настолько блестит. Отлично. Друзья, именно гречневый самогон, он очень особенный. То есть, его нельзя сравнить ни с каким другим зерновым дистиллятом или самогоном. Я с удовольствием поставлю его настаиваться на щепе, чтобы посмотреть, как он облагородится или что у него изменится. Но он очень своеобразный. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь, рядышком находится колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Я всем желаю хороших, вкусных, насыщенных дистиллятов. И помните, кухня – это самое спокойное место. А всем, кому интересно, как сделать речневый самогон. Смотрим видео дальше. Класс! Опять этот привкус. Насколько он загадочный. Попробуйте, и вы поймете, о чем я говорю. Смотрим дальше. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я снова в эфире, и я снова продолжаю отличную рубрику крепкие домашние напитки или дистилляты. Сейчас я думаю, что это будет один из самых лучших моих продуктов. Это гречка. Отличная гречка, вот такая жареная. Это не сечка, это не сырая гречка, это прекрасный продукт. Аромат просто восхитительный. И я из этой красивой гречки буду делать замечательный дистиллят или гречечный самогон. Я нагреваю воду в заторном чане и высыпаю туда кашку. Вода в заторном чане уже закипела. Я сейчас высыпаю сюда обалденную, ароматную гречневую крупу. Я вылил. Теперь мы немножко ее взбодрим. Использую обалденный инструмент. Я включаю парогенератор на полную мощность. Потом немножко, когда каша прогреется, убираю температуру и она будет запариваться час-полтора. Гречневая каша обалденно заварилась. И сейчас при ядромодуле 3 к 1 я выливаю фермент альфа-амилаза. Кукурузная кашка превратилась уже в прекраснейшее гречневое. Гречневая каша благодаря строительному миксеру и дрели превратилась в восхитительное, нежное, пюре. Смотрите. Это действие альфа-амилазы. Прекрасный фермент. Он обалденно. Каша для отличного гречневого самогона остыла до 60 градусов. Я развел еще два дополнительных фермента. Это цивилаза и протеаза. Они помогают дополнительно разжижать саму кашку и увеличивать выход спирта. Сейчас я буду наносить фермент глюка-амилаза. Также на этой каше образовывается сверху корочка. Посмотрим, как она будет бродить. Перемешиваем. Гречневая каша для браги уже почти остыла. Сейчас я буду разводить дрожжи. У меня специальные дрожжи спиртовые именно для зерновых браг. Я набрал немного гречневой каши. Высыпаю их сюда все. Когда дрожжи полностью растворятся, я их выливаю в кашу. Перегонку гречневой браги я буду проводить через 2,5 суток после внесения дрожжей. Она очень быстро отыграла. Вкус прекрасный. Слышно крепость спирта и легкая кислинка. Как раз то, что нужно. Сейчас я ставлю второй затор на гречневой каше. Я очень люблю делать эксперименты, поэтому я высыпал всю партию гречки в холодную воду, в абсолютно холодную. Она простояла с утра до вечера, то есть 8 часов. Каша полностью готова, я ее пробую. Это обычная каша вареная. Ее вот так руками можно сжать и она превращается в пюре. Теперь естественно я буду нагревать ее до 100 градусов, чтобы она еще немножко распарилась, потому что мне нужна максимальная мелкая фракция и потом буду выносить ферменты. Я сейчас начал перегон гречневой браги. Брага отыграла за 2 дня, это рекорд. Скорость отбора спирта сырца из гречки 20 минут 1 литр, крепость 55% при температуре 14 градусов. Из-за того, что перегонный куб заполнен брагой доверха, при такой скорости отбора пошел небольшой выброс каши, поэтому скорость отбора я уменьшил. Аромат спирта сырца очень неприятный, достаточно противный и вонючий, но в конце слышны нотки гречневой каши, именно гречневая каша, как будто бы она с сахаром. Я начал дробную перегонку спирта сырца из гречки. Сейчас я отбираю головы, головы беру покапельно, аромат гречневой каши, очень хороший. Скорость отбора спирта 1 литр за 40 минут, крепость 85% при температуре 14 градусов. В аромате спирта, который я отбираю, очень яркая составляющая, это ноты гречневой каши. Гречка жареная, с легкими нотками, еще свежей зеленой гречки, которая не жареная. Я уже сделал самогон из гречки. У меня получилось из 14 килограмм каши 7 литров самогона из гречки крепостью 45 градусов. Аромат у самогона. Яркий гречневый аромат, гречишный, но именно гречиха или гречка не жареная, а как будто бы сырая. Самогон из гречихи уже разведен и он будет отдыхать в стекле 10 дней. Крепость самогона 45 градусов. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь, рядышком находится колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале.